Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о бусах надежды, о наставнике сборной Казахстана Станиславе Черчесове. Сейчас он начинает новый этап своей карьеры, вновь оказался в национальной сборной, только теперь уже Казахстана, и, скажем так, результаты его первых матчей вызывают определенные сомнения, и определенные претензии к тренеру уже появились. Да, понятное дело, что Казахстанская Федерация Футбола заявила прямо, что кредит доверия Черчесова все еще достаточно серьезный, и его главная задача подготовить сборную к отборочному этапу чемпионата мира по этому поражению в рамках Лиги Наций. Это не так принципиально, но тем не менее. Факт остается фактом. Три встречи, ничья и поражение, ни одного забитого мяча, семь пропущенных. Это прям, скажем, удручающий исход первых трех поединков. И давайте все это сейчас мы и обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, во-первых, хотелось бы сказать, что в целом, конечно же, подобная статистика, 0-7 по забитым пропущенным, ничья и два поражения, это, конечно, плохо. И Черчесов, если смотреть только на сухие цифры, начал действительно так себе. Но тут есть важный нюанс. Я бы сказал даже сразу несколько важных нюансов. Во-первых, это Лига Наций. Это турнир, который для Казахстана, наверное, не имеет сейчас какого-то фундаментального значения. Вот примерно так. Потому что если в предыдущем розыгрыше Казахстан был в другой группе, в менее сильной подгруппе Лиги Наций, и мог теоретически занять первое место и пробиться через Лигу Наций хоть куда-нибудь, ну, соответственно, на какой-нибудь крупный турнир, то сейчас ситуация в корне иная. Сейчас Казахстан с помощью успеха в предыдущем розыгрыше поднялся дивизионом выше. И, понимаете, в конкуренции с австрийцами, славянцами, норвежцами и так далее, взять первую строчку в группе, это, в принципе, была нерешаемая задача. Поэтому тут мы получаем парадоксальную ситуацию, что Казахи, добившись успеха, выйдя в более элитную подгруппу, фактически, ну, скажем так, сократили свои возможности на будущее. Потому что в менее сильной подгруппе они могли занять первое место и попасть в стыковые матчи по итогу. Что, в общем-то, и происходило относительно недавно, когда Казахи могли пробиться на чемпионат Европы. Сейчас же они попали выше, конкуренция, соответственно, тоже выше. Значит, шансов на первую строчку тут изначально было очень-очень мало. Потому что соперники, сами видите, какие участники чемпионата Европы сплошь и рядом, норвежцы с Эрлингом Холландом. Ну, тут, наверное, уже не Черчесов нужен. Тут нужен Марчелло Липпи лучших лет для того, чтобы сборная Казахстана смогла конкурировать с такими оппонентами. Поэтому Лига нации, де-факто, лишилась спортивного смысла для Казахстана. И этот турнир, по факту, просто как товарищеские встречи, которые идут одна за другой. Не более того. И в этой ситуации, ну, неудивительно, что руководители казахстанского футбола прямо сказали, главная задача Черчесова – подготовка команды к отборочному этапу чемпионата мира. Лига наций сейчас – это просто этап подготовки. А касательно Черчесова, ну, мы помним, как было в сборной России. Когда тоже был этап подготовки, там все было очень печально. И в плане качества игры, и в плане результатов мы критиковали Черчесова, но когда подготовка закончилась, и он подошел к своей конкретной задаче – выступить на чемпионате мира 2018 года, домашнем, российском, там все было прекрасно. Поэтому здесь, может быть, это тоже часть плана, скажем так, что это часть подготовки, и дальше мы увидим результаты уже в отборе. Посмотрим. То есть здесь первый момент – это то, что Лига наций для казахов не принципиальна. Второй момент – ну, то, что сейчас, как бы это сказать, у Казахстана есть очень хорошие футболисты, нам ли не знать, Нуралы Алиб, Заринудинов, другие исполнители, но в целом команда не самая крепкая, и на фоне австрияков, славянцев или норвежцев, наверное, им тяжело. Поэтому здесь, учитывая то, какие соперники попались, ну, наверное, здесь было наивно ожидать чего-то большего, чем одна ничья. А то, что два поражения, ну, опять же, устоять против австрийцев с их составом, с их тренером-рангником, кстати, да, получается, бывший спортивный директор «Локомотива» против экс-тренера «Спартака» и сборной России Черчесова, интересная такая тренерская дуэль. Но, тем не менее, австрийцы объективно сильнее, как и славянцы. У них очень мощный состав, и норвежцы тоже, и то, что здесь одна ничья хотя бы есть, причем в матче против Эрлинга Холланда, ну, как бы это уже на самом деле неплохо, учитывая масштаб соперников, будем откровенны. То, что футбол не самый зрелищный и ноль забитых мячей, опять же, мы понимаем, и что при Адзиеве предыдущем наставнике был примерно такой же футбол, и то, что Черчесов тренер-прагматик, и то, что команда при нем в таких матчах против серьезных оппонентов, скорее всего, будет играть от защиты. Поэтому здесь, ну, я какой-то катастрофы не вижу. Более того, учитывая то, что главные звезды Казахстана – это, в первую очередь, оборонительные футболисты, вроде Бахиза, Инудинова или Алипо, ну, наверное, логично предположить, что именно так Черчесов и будет работать, плясать от своих сильных качеств. Поэтому здесь я пока что катастрофы не вижу. Да, кто-то, может быть, поиронизирует насчет 0-7 и трех матчей без побед, но это, наверное, то, чего и следовало ожидать от такого турнира, где Лига наций, вот, пожалуйста, подготовила Казахстану такую серию тяжелейших матчей, где в каждом отдельно взятом поединке Казахстан был андердогом. А фавориты, ну, в том числе, получается, где-то даже потеряли очки в матче Казахстан-Норвегия. Поэтому здесь, мне кажется, катастрофы нет. И, как говорится, цыплят по осени считают. Осень у нас сейчас за окном, но с футбольной точки зрения осень наступит для Черчесова, когда пойдут уже матчи отбора. И станет понятно, сможет ли Казахстан пробиться, ну, или иметь шансы на попадание на чемпионат мира вместе со своим составом и в своей достаточно тяжелой, между прочим, группе на отборочном этапе. Там уже и станет понятно, насколько эффективен Черчесов как тренер национальной команды Казахстана. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина Фила Ричардса Дмитриевича Микро Хафилпафа Серго ФКСМ Кирилла Евгения Злобина Ольгу Фролову Максима Новикова Алексиса Гладиатора Свау Тихона Изадеров Изадеров Рима Рефейжератовна Елену Just Do It Лазарес Олег ЦВБП Crystal Moon Кель Мага 01 Профессор Сергей Тенинбоем Майлкарт Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие. Но и отдельное спасибо уважаемому товарищу Хедж Мастер, который взял максимальный уровень подписки под названием Златан Ибрагимович.